Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы. Эхо Москвы в Пскове. 102,6 FM. Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио Эхо Москвы в Пскове. Для лиц старше 12 лет. Особое мнение. Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Особое мнение». У микрофона ведущие Александр Савенко. Это я и Максим Костиков. Добрый день. Ну а вместе с нами сегодня со своим особым мнением Лев Шлозберг, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» и депутат Псковского областного собрания Лев Маркович. Добрый день. Добрый день, Александр. Добрый день, Максим. Добрый день, радио слушателей Эхо. Со Львом Шлозбергом мы сегодня будем говорить о работе над проектом областного бюджета на 2019 год. Обязательно обсудим ситуацию в партии «Яблоко» и шире в оппозиционном лагере. Ну а также поговорим на другие актуальные темы общественно-политической повестки. Как обычно, приглашаем к разговору наших радиослушателей. Телефон студии 56 73 72 56 73 72. Мы ждем ваших звонков. Также можете оставлять свои вопросы на сайте Псковской ленты новостей под анонсом эфира. Ну а мы начинаем. Лев Маркович, вчера мы с вами посетили постановку Таллинского театра, пьеса «Горе от ума». И я когда сидел в зале, смотрел эту пьесу, все время думал, а вот Лев Маркович, который сидит на соседнем ряду, он себя Чацким не ощущает вот во всем этом нашем прекрасном политическом мире. Скажите, ваше впечатление о спектакле и Чацким себя не чувствуете? Я люблю ходить в театр, и вы это знаете. Поэтому мне было интересно увидеть русский эстонский театр. И, в общем-то, вчера еще раз можно было убедиться, что русскую классику, как и любую классику, можно читать, перечитывать и прочитывать заново, можно сказать, каждую эпоху. Она абсолютно современна. Она абсолютно современна и актуальна. Что касается самочувствия, я не чувствую себя Чацким. Чацкий – это вполне определенный персонаж. Но ведь кругом же скалозубы и молчалины. Ну, кругом много кто, у нас не только молчалины, скалозубы, к слову говоря, и Фамусовы, у нас кругом люди даже совсем другого типа. Вот, но то, что сейчас происходит в нашей стране… Чищикова, Земляника, там, Ляпкина, Тяпкина. Да, это более широкий мир политической флоры и фауны. Невозможно проводить прямые параллели между оппозицией политической и героем-одиночкой в начале XIX века. Хотя нужно сказать, что Гербоедов, безусловно, когда писал «Горе от ума», он много своего личного внес в Чацкого, в том числе и отъезд на Кавказ и другие биографические обстоятельства. Но там самая политическая роль у Гербоедова – это роль Чацкого. Тексты этой роли можно растаскивать по цитатам ко всей современной политической жизни, но Чацким я себя не ощущаю. Вы отметили, что во вчерашней постановке было достаточно много и каких-то аллюзий, и прямых намеков на политические реалии нашей страны, на какие-то отсылки к поведениям тех или иных политических персонажей системы в целом. Как Вы считаете, насколько это уместно, и как, на Ваш взгляд, псковская публика-то не была этим шокирована? Мне кажется, псковская театральная публика – это несколько тысяч человек на весь город. Эти люди стараются посетить все спектакли. Вчерашний спектакль, на мой взгляд, был сыгран именно для российской публики. Я не знаю, насколько эти все оговорки и примечания произносятся на родной сцене. В Таллине уж совершенно точно про третий-четвертый срок президента Путина там, наверное, ничего не говорится. Актеры понимали, куда они приехали и сочли возможным сделать несколько политических ремарок. Я считаю, что театр имеет право быть актуальным всегда, а это нормально. Спасибо. Давайте перейдем от культурной политики к реальной политике. Лев Маркович, Вы совершили тут на последние недели большой тур по ряду российских регионов. Были в Новосибирске, в Петербурге, где-то еще. Александр, если что подскажет, он следит за... Нет, только в Новосибирске и Петербурге. И многие наши коллеги и политические обозреватели уже отметили этот факт, что вот Лев Маркович снова перешел на, скажем так, федеральную политическую площадку, на другую орбиту. Региональная местечковая политика его больше не интересует, а он там борется за что-то большое и светлое. В частности, вот говорят о том, что у вас сохраняются амбиции возглавить партию Яблоко через год съезд. Предоставится такая возможность. Да, предоставится такая возможность, вновь попробовать свои силы, тем более, ну, вот мое частное мнение, Эмилия Слабунова-то оказалась, мягко говоря, слаба в качестве партийного лидера. Ну, и Яблоко переживает там 155-й виток кризиса, и, наверное, действительно нужны какие-то перемены. Как прокомментируете? Я насчитал пять вопросов, я постараюсь ни один не пропустить. Первое, начну с крайней ремарки. Кризис политической партии отражает то, что она живет и развивается. Кризис – это признак развития. Поэтому у любой политической партии, живущей и действующей, в любую эпоху ее развития, можно сказать, что у партии есть кризис по той или иной ситуации. Поэтому с этим все в порядке. Что касается поездки в Новосибирск, и, как это пошутили, проездом из Новосибирска в Псков был еще в Петербурге. В течение двух лет известный новосибирский, в свое время российский политик Рокодий Янковский, бывший депутат Государственной Думы, он вышли на фракции Яблоко в Думе второго созыва и избирался в Новосибирске как одномандатник. Он приглашал меня на свой дискуссионный клуб. Уже несколько лет он ведет Новосибирский дискуссионный клуб. Там есть такой лофт-парк «Подземка», бывшая техническая станция Новосибирского метро, огромное общественное пространство. Янковский приглашает туда спикеров, как правило, из Москвы и Петербурга, и говорит с ними на актуальные политические темы. Ни в 2016, ни в 2017 году я не смог долететь до Новосибирска, у меня не было времени. В этом году время нашлось. Поэтому вот то, что это произошло, эта встреча в дискуссионном клубе и сопутствующие ей встречи произошли именно сейчас, это стечение обстоятельств, когда у меня появилось окно для такой достаточно длительной поездки. Никакого умысла специального в этом нет. Что касается Петербурга, ну как можно быть полдня в Петербурге и ничего не делать, и не работать, хотя это воскресенье. Поэтому в Петербурге была встреча с активом петербургского яблока, длительная встреча, как и встреча в Новосибирске, она записана на видео, и ее все могут посмотреть, там был открыт разговор об актуальной повестке дня именно для партии яблока, не только в Петербурге, но и в России в целом. Безусловно, я член политкомитета партии, нас всего 14 человек. У членов политкомитета, по уму говоря, в принципе должны быть дополнительные публичные обязанности перед партией, мы не можем работать только в своем регионе. Но так складывается, что все члены политкомитета люди достаточно занятые, и системных поездок по регионам у нас нет, в чем нас часто и справедливо упрекают. Поэтому, когда появилась возможность полететь в Новосибирск, из Петербурга, то возвращаясь в Петербург, мы провели также встречу и с командой петербургского яблока, и было так, кстати говоря, очень интересное, и для меня, как для собеседника, интересное интервью с главным редактором «Эхо Москвы в Петербурге» Виталием Дымарским, оно также вышло в свет на минувшую неделю. Поэтому специального умысла эти поездки не носили, ни к чему специально не приурочены. Но при этом позавчера в рамках своей программы в интернете вы дали понять, что подобные поездки будут продолжаться, сказали, что не можете ездить сильно уж часто, но, по крайней мере, раз в месяц такое окно будете находить. И я так, я же все рассматриваю как раз через призму подготовки к съезду партии и выборов председателя, да, и я так понял, что примерно там 10, 12, 15 регионов, может быть, объедете за это время, а больше то и не надо. Это третий по численности город Новосибирск уже окучен, Санкт-Петербург постоянно в орбите вашего внимания, Москва вас, как мы понимаем, теперь... Просто обожает. Ну да, Москва, если говорить серьезно, с одной стороны обожает, а вы дистанцируетесь и выступаете таким певцом российской провинции теперь, да, вы не москвичи, как вы там... Ну я и не был москвичом, я всегда подчеркиваю, что я человек из российской провинции. Саш, я на самом деле крайне веселюсь над тем, сколько много пищи создала, в принципе, достаточно рядовая поездка в две российские столицы, столицу Сибири и культурную столицу одного псковского политика, поэтому мне даже очень интересно вас послушать, когда все это складывается в единую картину. Так все-таки амбиции-то есть или нет? Сейчас отвечен вопрос, я понимаю. Стартовала уже компания кандидата на постпредседателя Яблока. Вы хотите мясо и сладкое вместе, не факт, что это полезно. Значит, коллеги, что касается поездок, есть большой запрос у регионов, чтобы к ним приезжали люди, участвующие в руководстве партии Яблока. Это большой запрос наших региональных команд. И эти просьбы поступают ко всем членам политкомитета регулярно. Я буду стараться откликаться на эти просьбы в мерах моих возможностей. Мне очень интересны эти поездки. Тот же Новосибирск, я никогда не был в этом городе, я не знаком с элитой Новосибирска, я не знаком со СМИ Новосибирска. Вот я приехал в Новосибирск, и частный телеканал НСК-49 предложил мне часовой эфир. В студии там сидели жители города, задавали тоже вопросы, и вот в минувшее воскресенье эфир вышел в свет. Вот, к сожалению, в Пскове такое представить себе невозможно. Во-первых, нет частных телеканалов, во-вторых, нет эфиров. Таких с представителями оппозиции. Для Новосибирска это, как выяснилось, не является никакой проблемой. И хотя мы писались много, около двух часов длилась запись, около 40 минут вышла в эфир, но получилась хорошая интересная передача. У меня много откликов на эту передачу, и тех, кто видел ее в Новосибирске, и тех, кто посмотрел в записи. Теперь к сладкому мясу, как просил Максим Утардович, что касается выборов председателя партии. Я должен сказать, что, во-первых, откликнусь на Эмилию Дагардовну, у меня с ней очень хорошие личные и деловые отношения. То есть нет никакого, абсолютно его и не было никакого конфликта с Эмилией Дагардовной, когда ее избрали председателем партии. И должен подчеркнуть, что с ее стороны в мой адрес или какой-то адрес людей, которые открыто и публично поддерживали мое избрание председателем партии в 2015 году, не было ни одного высказывания, ни одного движения, которое можно было бы воспринять как политическое действие отрицательного характера. Что касается выборов председателя партии в 2019 году, мое участие в них возможно, это не является никакой тайной, это обсуждается. Но и в 2015 году, когда я предлагал свою кандидатуру партии для избрания председателем, главным мотивом было, и многие в партии это услышали тогда, я могу это повторить сейчас, главным мотивом было не стать председателем партии «Яблоко». Главный мотив был привести партию в парламент, имеется в виду в федеральный парламент. Эта задача общероссийская, она интересная, она очень сложная, и она, по сути, надпартийная. Одна партия своими собственными ресурсами в сегодняшних условиях не может стать федеральной партией, имеется в виду федеральной парламентской партией. Поэтому у нас этот вопрос, вопрос о выборах председателя, фактически в партии уже дискутируется. Я думаю, что съезд состоится в конце 2019 года, как и положено по уставу. Если команда партии в целом, идет речь о самых разных группах партии, о разных региональных организациях, публично заявят, что партия готова бороться за статус парламентской партии в 2021 году, тогда имеет смысл баллотироваться в председателе. Сама по себе должность председателя федеральной партии без того, чтобы приступить к решению этой задачи... А что такое может быть, чтобы не стали участвовать в парламентских... Это, мне кажется, объявить... Нет, партия может поставить перед собой разные задачи. Допустим, увеличить количество фракций в законодательных собраниях с 3 до 15. И это весьма значимая политическая задача. Почему нет? Допустим, поставить задачу, чтобы в каждом городе миллионники в городской думе были представители партии Яблоко. Это большая задача, она тоже является политической задачей, потребует большого труда. Но, на мой взгляд, председатель партии и команда партии должны быть ориентированы на максимально высокие задачи. Если партия подтвердит, что она готова 2 года безостановочно работать над тем, чтобы вернуть себе статус парламентской партии, поддержать наших избирателей, потому что главная задача не просто войти в Госдуму и снова войти на 7 этаж старого здания Госплана, где располагалась фракция Яблоко с 93 по 2003 года. Нет, идет речь о том, чтобы поддержать наших избирателей и защитить их. Если партия готова решать эту задачу, то я могу рассматривать вопрос об избрании председателем партии. То есть это общепартийная задача. Это не вопрос, кто будет работать председателем партии Яблоко. Это вопрос, какие задачи будет перед собой ставить политическая партия в ближайшем буквально двухлетнем периоде. На 4 года избирается председатель партии. То есть фактически тот председатель, который будет избран в декабре 2019 года, так или иначе поведет партию на выборы в Государственную Думу в 2019 году. Вопрос, с какой задачей. И это вопрос внутри партийной дискуссии, по которой должно быть согласие. Там ограничения по срокам есть два, то есть Эмилия Слабунова имеет право участвовать. Эмилия Слабунова имеет полное право. Мы не разговаривали с ней об этом. Я считаю это неэтичным. Я считаю, что любой председатель партии, отработавший один срок, имеет право выйти на съезд и читаться о работе и предложить свою кандидатуру еще раз. Мы встречаемся регулярно и разговариваем. Часто я не ставил такой вопрос перед ней. Я считаю, что я этого в принципе не должен делать. У нее есть право баллотироваться. И она имеет на это... Это решение принадлежит ей. А с великим гуру вы обсуждали свое дальнейшее участие в борьбе? Я так понимаю, Максим Утардович, вы так мягко и образно обозначили Григория Алексеевича Явлинского. Давайте я еще одно воспоминание поделюсь. В 2015 году на предыдущих выборах председателя партии «Яблоко» именно позиция Григория Явлинского, бессменного лидера организации, и ближайших его, можно сказать, соратников, представителей прежде всего вот этой вот московской, так сказать, группы, и предопределила их позиция, исход голосования, как я помню, да? Притом достаточно жесткая на самом съезде. Смотрите, съезд завершился, второй тур выборов завершился со счетом 93 на 56. Позиция Явлинского не предопределила голосование, оказала влияние на голосование нескольких десятков делегатов съезда. Как основатель, один из основателей партии «Яблоко» и влиятельной политики, Явлинский имел полное право заявить свою позицию, что он сделал. Насколько я понимаю, в его глазах для него, как основателя партии, Эмилия Гардена-Слабунова, была более комфортным в руководстве партии соратником по общероссийскому политическому руководству. Он имеет полное право об этом сказать. То есть партия «Яблоко», по счастью, сохранилась внутри партийная демократия. И когда политик не совпадает в позиции с основателем партии, не означает, что он изымается, изгоняется из партийной жизни. Я набрал столько голосов, сколько за меня проголосовало людей. При этом меня избрали членом федерального политкомитета. С весьма высоким результатом голосования, я не помню счет, но это вот третий или пятый результат из 15 тогда проголосованных членов политкомитета. И, собственно говоря, на этом был достигнут внутри съезда консенсус. Вот с таким счетом мы вышли с декабря 2015 года. Дальше будет съезд, но, кроме того, перед съездом, буквально через три недели, 15-16 декабря, в субботу и воскресенье, в Москве, в поселке Московский, в городе Московский, пройдет федеральный совет партии «Яблоко». Это наш совет федерации. В его работе участвуют по два представителя от каждого региона, председатель регионального отделения и специально избранный региональной организацией, член федерального совета. На повестке дня федерального совета будет реформа партии. Федеральный совет не принимает решений, он не вносит изменения в устав, но он обсуждает проекты, предложения, позиции. Там ожидается обширная двухдневная дискуссия. Перед федеральным советом состоится заседание политкомитета. Партия, очевидно, в пятницу, 14 декабря. И я полагаю, что эта встреча, вот такая внутрепартийная дискуссия, прояснит для многих наблюдателей, исследователей, комментаторов, и в том числе для «Псковской ленты новостей» многие события, которые происходят внутри партии «Яблоко». Мы сейчас готовимся к федеральному совету, и идет буквально безостановочная дискуссия, что из себя должна представлять реформа партии «Яблоко» и с точки зрения политической, по содержанию позиций партии, ее посланию обществу, и с точки зрения организационной. Это все дискутируется. Я думаю, что федеральный совет, как и предшествующее коллегиальное заседание партии, будет транслироваться в живом эфире. Все будут иметь возможность увидеть выступление, дискуссия и мнение. В общем, отложите все дела на выходные 15-16 декабря. Вернитесь в 2015 год. А если все-таки возвращаться к конкретной позиции Григория Алексеевича Явлинского, вы же наверняка делились с ним своими планами, как-то смотрели на его реакцию. Какова его позиция на данный момент? Во-первых, мы с ним не обсуждали выборы председателя партии в 2019 году. Этот разговор у нас не состоялся, и я открыто об этом говорю. Официально кампания по выборам председателя партии еще не стартовала. Мое личное предположение заключается в том, что «Яблоко» нужно отстраивать внутрипартийные демократические институты, в частности, институт открытых, всеобщих внутрипартийных премьерс. Я сторонник того, чтобы перед выборами председателя партии проходило всеобщее внутрипартийное голосование с поездками заявившихся, во всяком случае, политически заявившихся участников этих выборов по крупнейшим региональным организациям, выступления, дискуссии. То есть нам нужно провести качественную, содержательную предкомпанию перед голосованием на съезде. Съезд это даже меньше, чем федеральный совет. На съезд избирается один делегат от региона, «Яблоко» сейчас не располагает большими денежными средствами, и по статусу на съезд могут быть избраны отдельно от этого одного делегата, депутаты законодательных собраний, депутаты городских дум, административных центров, члены контрольных и иных выбранных органов партии. То есть в сумме получается съезд, это примерно 125-130 человек, федеральный совет даже больше. Вот на мой взгляд, нам необходимо принять политическое решение партии о том, что выборы председателя партии «Яблоко» проходят в максимально открытой и конкурентной борьбе. Я буду считать сейчас это своей задачей, вне зависимости от того, приму ли я личное участие в выборах председателя партии. А я напомню, что эта программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях Лев Шлозберг, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» и депутат Псковского областного собрания. Телефон студии 567372. Мы ждем ваших звонков и продолжаем общение в прямом эфире. Лев Маркович, ну вот мы поговорили о яблочных делах на уровне федерации. Как, каково положение в региональном отделении партии «Яблоко» после, ну, мягко говоря, не самых простых выборов, которые прошли в этом политическом цикле. Яблоко достаточно по ряду объективных и субъективных причин, мы это уже обсуждали, не очень удачно выступило в этой кампании, большинство кандидатов были тем или иным образом сняты с выборов. Вот как сегодня региональное отделение себя ощущает, ну, какова потенция, да, какие планы, планируете ли выдвигать своих кандидатов вновь на главы районов после вот не очень удачного опыта этого года и последующей судебной эпопеи? Как строятся взаимоотношения с исполнительной властью, в частности с губернатором Михаилом Ведерниковым? Вот об этом давайте поговорим. Хорошо. Что касается итогов 2018 года, мы их подвели на отдельном совещании 27 октября в Пскове, мы собрали практически весь наш актив, около 50 человек. У нас сохраняется стабильная, надежная, открытая коммуникация со всеми нашими районными командами. Казус 2018 года с судебным снятием проанализирован и нами здесь, и на политкомитете партии мы обсуждали. Также этот вопрос, я высказал свое мнение, в какую сторону необходимо изменить устав партии, чтобы сделать невозможным такого рода провокации. Хочу еще раз повторить, что в течение 15 лет партия Яблоко на уровне всех регионов, кандидатов на муниципальные выбранные должности и депутатов и глав выдвигала решением региональных советов от имени регионального отделения. Эту практику сломали суды, в этом году выигравшие списки в Екатеринбурге и Великом Новгороде точно так же выдвигались региональными советами от лица регионального отделения, как избирательного объединения. Суды сформировали, на мой взгляд, под влиянием вполне конкретных мотивированных политических людей новую судебную практику, и эта практика, в моем понимании, должна быть учтена. Мы полностью понимаем, как нам дальше действовать на период избирательных кампаний до того момента, когда устав партии будет изменен в том виде, как, допустим, мы это видим, или уточнен, если так можно сказать. Что касается потенциала, потенциал остается без изменений, потенциал – это наши возможности. Мы не потеряли ни одного человека, в том числе и те кандидаты, которые не смогли в итоге принять участие в выборах. Все эти кандидаты с нами, продолжаем общение с ними и участвуем в тех муниципальных проектах и решениях тех задач, которые эти политики перед нами ставят. В будущий год ожидается шесть выборов глав районов и полностью выборы в трех крупных муниципальных образованиях, сельских поселениях. Мы готовимся к выборам во всех районах, готовимся к выборам в сельских поселениях. То есть у нас не изменилась никакой образом политическая задача. Мы понимаем, как в такой ситуации... То есть вы не отказались от борьбы на муниципальном образовании? Мы не отказались, собственно говоря, такой вопрос вообще не стоял в повестке дня. Мы в этом году были готовы к борьбе. Более того, если бы мы не были готовы к борьбе, никто бы не снимал наших кандидатов с выборов. Кому бы они тогда были нужны? Были бы там... Ну, если звезды зажигают или наоборот гасят, это кому-нибудь нужно. Это кому-нибудь нужно, да. Были бы, если бы мы были ростовыми куклами, то мы никому были бы неинтересны в качестве политиков. Поэтому, на мой взгляд, мы получили определенный опыт, это опыт очень трудный. Кстати говоря, совместное переживание такого трудного опыта делает людей сильными. Люди, которые остаются вместе друг с другом, они этот опыт воспринимают правильно. Кстати говоря, сегодня, 21 ноября, вот если я не ошибаюсь, я думаю, что я не ошибаюсь, сегодня, ровно год со дня вступления в должность Юрия Сергеевича Павлова, главы Гдовского района, мы только что с ним встречались, обсуждали текущую повестку дня Гдовского района, поздравили друг друга с непростым достижением. С достижением 2017 года мы продолжаем работать по развитию Гдовского района, выполнять наши обязательства перед избирателями. Естественно, каждый избранный глава от оппозиции видит перед собой картину, которая в любом случае отличается от того, что представляет себе кандидат на должность главы района. Бюджетная ситуация всегда хуже ожидаемая, ситуация кадровая всегда хуже предполагаемой. И много других вещей открываются перед лицом, перед человеком, который избрался на должность именно с момента вступления в должность. Но сильные политики отличаются тем, что они эту информацию воспринимают и живут в таких условиях, живут и работают в таких условиях. Отдельный вопрос по отношениям с Михаилом Ведерником, который избран губернатором Московской области. Тем более, ведь в понедельник встречались в рамках консультации по бюджету. Это впервые после выборов у нас прошла встреча в рамках консультации губернатора с фракциями по проекту бюджета, внесенному в областное собрание. Я высказал свою оценку бюджета, она, мне кажется, была опубликована и на Псковской ленте новостей. Бюджет крайне плохой, он хуже, на несколько миллиардов, это чувствительно для Псковской области, хуже, чем проект бюджета, внесенный Ведерниковым же год назад. Ведерников говорит, что есть обещание правительства по различным ведомствам и различным госпрограммам добавить около 5 миллиардов рублей. Более 5,5 миллиардов. Около, я буду называть это мягко. Я ответил на это только одно, пусть добавят. Пусть федерация сначала добавит. Я поднимал на встречу с губернатором 5 основных тем. Первое, это хроническое недофинансирование муниципальных бюджетов. И мне было сказано, что да, проблема понятна, и она будет обсуждаться. Она уже обсуждалась с главами районов и создана некая аналитическая группа, которая должна будет проверить, насколько эти обязательства действительно находятся в дефицитном положении. Но это известно всем. У нас 15,5% доходной части бюджета распределяется между муниципалитетами в рамках консолидированного бюджета. Вторая проблема, я обращаю внимание на то, что собственные средства Псковской области не позволяют, никоим образом не позволяют решить задачу финансирования здравоохранения полноценного. Собственно говоря, та модернизация, оптимизация, которая была сделана по инициативе Андрея Турчака, она ухудшила положение здравоохранения Псковской области. Вот последний просто классический случай, я вынужден был поднять эту тему на встречу с Ведерниковым. Ведерниковым обращаются жители села Ляды, Плюсского района, бывшего районного центра, еще полвека назад. У них закрыт стационарный пункт скорой помощи, который располагался именно в Лядах, и радиус обслуживания был 50 километров. Соответственно, там были три фельдшера и три водителя. Все кадры сокращены, машина стоит в нерабочем состоянии, а скоро едет либо из Плюсы, либо из Трук Красных. Уже умирают люди, до которых скорая не доезжает. Вот на встрече с губернатором Вера Васильевна Емельянова, увидев мой вопрос в качестве комментариев ситуации с оптимизацией, Плюсская больница была одной из самых успешных районных больниц, у нее был постоянный профицит бюджета за счет обслуживания дачников, приезжающих на летнее время в район, там население в три раза. Увеличивается больница во главе с господином Гохманом, очень уверенно этой ситуацией пользовалась. И вот это все оптимизировалось, в итоге ключ принятия решений в Стругах Красных, и Плюс это некая северная территория, где живут непонятно кто. И вот Вера Васильевна Емельянова сказала, что перед ней уже отчитали, что пункт скорой помощи восстановлен две недели назад. А я говорил с людьми за два часа до начала совещания по телефону. Я точно знаю, что там ничего не восстановлено, предлагается звонить врачу общей практики по телефону, а он должен по телефону понять, вызывать ли скорую из Плюсы, или не вызывать скорую из Плюсы, ехать в ляда. Вот такое безумие. Поэтому общая оценка ситуации здравоохранения заключается в том, что примерно двух миллиардов в год не хватает Псковской области на поддержание, нормальное поддержание действующей сети. Это серьезнейшая бюджетная задача, решить ее без существенных дополнительных финансов невозможно, потому что страховая медицина, так называемое одноканальное финансирование, привело к катастрофической ситуации все малые лечебные учреждения. Это не только Псковская область, это везде. Третья проблема, которую мы обсуждали, это проблема поддержки малых сельхозпроизводителей, которые позволяют обеспечивать естественный образ сельской жизни. Не вопрос агрохолдингов, вопрос поддержания сельской жизни, это вопрос именно малых сельхозпроизводителей. Это Коношенко, наверное, подсказал. Это вопрос, безусловно, подсказан Ассоцией крестьянских фермерских хозяйств Псковской области, и псковский фермер, который возглавляет Александр Коношенков, мой зам по партии, доктор сельхознаук и четырежды депутат Гдовского районного собрания. Но при этом это подсказано самой жизни. Активных фермеров в Псковской области чуть меньше ста. Я высказал предположение, что имеющаяся сегодня господдержка за счет бюджета области около 100 миллионов рублей, примерно 300-350 добавляется из федерации, этого категорически недостаточно. Нужно примерно в два раза больше. Ассан Сеич Котов скептически прокомментировал, что из этих 100 от силы 10-15 могут вообще обращаться с кредитами банков. Я говорю, ну, конечно, это же вопрос имущества в залог. Это вопрос обеспечения банковского кредита. Но помощь государству не может ориентироваться только на распределение денег через рост сельхозбанк. Есть другие инструменты, есть гранты и другие институты поддержки. Так или иначе, мы это детально обсудили. И госпожа Сологаева и новому заместителю губернатора по экономическим вопросам дано задание произвести оценку возможного потенциала фермерского сообщества и, возможно, поставить вопрос об увеличении и нашего финансирования областного, и федерального. Четвертая проблема – это проблема госдолга. Совершенно очевидно, что она является для Псковской области тяжелейшей проблемой последних семи и восьми лет. За ближайший финансовый год по официальному бюджету области госдолг вырастет на миллиард триста. Псковская область не выполнила, как мы и говорили на сессии, прямо публично у меня была дискуссия с Ведерниковым, пять дополнительных соглашений о реструктуризации госдолга, подписанные госпожой Бариновой 29 декабря 2017 года. Были невыполнимы абсолютно, что проявилось сразу же в первом квартале 2018 года. На область наложили штраф в виде досрочного погрешения миллиарда ста миллионов рублей. Это колоссальные для нас деньги. И сократили кредиты Минфина бюджетные, которые даются под одну сотую процента. Их можно было бы брать безнаказанно. В итоге даже официальные слайды областного финансового управления показали, что доля коммерческих кредитов в перспективе трехлетки растет, доля бюджетных кредитов падает, и это в чистом виде долговая петля. Без ее решения невозможно вытащить бюджет в Псковской области. Ведерников сказал, что надеется на изменение отношения Федерации к российским регионам. Ну, эти надежды пока, на мой взгляд, безосновательные. Вот в Новосибирске я встречался в том числе и в законодательном собрании с депутатами. Там бюджет 150 миллиардов, в отличие от наших 30, только там почти 3 миллиона жителей. И в пересчете на одного жителя это 50 тысяч рублей в месяц. И там огромный субъект Федерации. Там около 35 муниципальных районов, они все сгруппированы около железных дорог, Транссиба и других. И огромный город Новосибирск, который задыхается без денег. Там страшные транспортные коллапсы, там зимой просто не убирают снег. Ну, фактически не убирают, потому что нет мощности. Поэтому это общероссийская проблема, полное пренебрежение провинции. И это сознательно. Сейчас регионы стимулируются к тому, чтобы вводить дополнительные налоги, а те ставки налогов региональных, которые могут регулироваться, устанавливают по максимальной ставке. То есть максимально ужестощать нагрузку на бизнес. Ну и пятая проблема – это ЖКХ. У нас свыше 15 муниципальных предприятий ЖКХ находятся в предбанкротном состоянии. Субсидии из областного бюджета не покрывают половину их потребностей с учетом долгов. На консультациях присутствовал Александр Викторович Кузнецов, вице-кубернатор. По вопросам ЖКХ он подтвердил, что ситуация именно такова. Вопрос пытаются разрешать с помощью договора в концессии. Но кто будет подписывать договор о концессии, когда рушатся сами муниципальные предприятия? Поручено провести совещание. Вот буквально в эту пятницу Кузнецов должен доложить Ведерникову, каков план выхода из этой ситуации, потому что задача стоит очень простая. Называется одним словом – перезимовать. Вот такие фундаментальные задачи решает сейчас российская власть на расстоянии нескольких километров от границы с Евросоюзом. И это, конечно, крайне печально. Могу сказать, что бюджет по своей структуре выглядит просто вымученным. Он вымученный. Администрация была вынуждена открыть частично дефицит бюджета. Сейчас он объявлен как миллиард шестьсот. Все предшествующие года администрация искусственно снижала дефицит за счет завышенных доходов, за счет снижения расходов по госпрограммам. Планом приватизации. Да, планом приватизации государственного имущества показывали примерно полмиллиарда. Бюджет сейчас в таком состоянии, что они не смогли его сверстать, не показав миллиард шестьсот дефицита на старте. Поэтому мой личный прогноз заключается в том, что сейчас администрация будет так или иначе упрашивать правительство дать хоть что-то. Вопрос после первого чтения бюджета во время второго будет возвращаться в первое чтение, как и в прошлом году. То есть на декабрьской сессии собрание будет заново возвращаться в бюджет и в первом чтении после изменения параметров доходов. Я не верю в то, что 5,5 миллиардов рублей придут за две недели между ноябрем и декабрем. Не вижу такой перспективы, если только сессию не отнесут на самый конец декабря в надежде, что правительство все-таки распределит какие-либо деньги. Ну и должен вам сказать, вот в заключении бюджетной темы, я очень сильно впечатлен, меня трудно впечатлить бюджетными документами, но я впечатлен проектом федерального бюджета на 2019 год и трехлетний период, который вчера, 20 ноября, прошел третье чтение в Госдуме. Два триллиона профицит бюджета. Два триллиона. То есть доходная часть почти 20 триллионов, без малого, расходная часть 18 триллионов. Два триллиона профицит бюджета. Вот эта вся безумная пенсионная реформа с повышением пенсионного возраста оценена в перспективе в полтора триллиона рублей. Вся. И здесь у нас два триллиона рублей профицит в рамках одного года. И вся помощь, и вся помощь российским регионам, вся помощь, всем без исключения, включая большие города-миллионники, менее одного триллиона рублей. Это совершенно безумный федеральный бюджет. И по большому счету отношение к региональным бюджетам, это отношение к бюджетам второго сорта и людям второго сорта. Вернемся к обсуждению после звонка радиослушателя. Телефон студии 567372. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Представьтесь. Здравствуйте, Сергей Иванович. Хотел бы обратиться к Льву Марковичу. Сергей Иванович, только покороче, пожалуйста, у нас мало времени очень. Да. Льву Маркович, вот так сказать, мы видим апогей всего правления партии Единой России и всего государства. Я вот хотел бы вас спросить, стоит ли так серьезно плакать над этим? Ведь история подходит к концу и может быть просто набраться нам всем сил и мужества и переждать и устраивать новые коммуникации в будущем, чтобы на освободившейся полянке занять свое место. А в отношении к ЖКХ и задолженности, закредитованности, я хотел бы высказать мнение нашим гостям и всем слушающим, что пока у нас не будут крупные, богатые, надежные муниципалитеты, всегда будут проблемы с долгами. Так и будет. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. Льву Маркович, давайте покороче. Да, я буду постараться отвечать близко. Сергей Иванович, спасибо за ваш звонок и ваши вопросы. Начну с ЖКХ. Вы абсолютно правильно формулируете задачу. Для того, чтобы не было таких сумасшедших долгов по ЖКХ, необходимо нормальное финансовое обеспечение местного самоуправления. Потому что это в первую очередь компетенция местного самоуправления. Вы абсолютно правы. Что касается предложения не плакать, переждать и дождаться. Перезимовать. Да, перезимовать. Да, вот Максим Иванович пользуется образом только что прошедшей части дискуссии. Предложение ваше понятно. В части не плакать я точно не плачу. И задачу перезимовать я воспринимаю следующим образом. Нам не все равно, что и как будет построено на руинах этой власти. Если сейчас не заниматься политикой, не общаться с людьми, не высказывать свою позицию и свои оценки, то мы все в широком плане, мы общество, окажемся не готовы в тот решающий момент, когда нашей стране, а это будет, предоставится окно возможностей построить нормальное государство, соответственное перед людьми и властью, мы будем не готовы к этой миссии, если сейчас мы просто остановимся и на окраине опушки будем ждать, пока эта опушка освободится. На эту опушку придут волки на эти руины, и нам там не будет места. Сергей Иванович, он в предыдущем эфире уже говорил о том, что будет апокалипсис, русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Ну, примерно так. Да, сейчас он про апокалипсис и русский бунт не сказал, поэтому комментировать я это не стану, но могу заявить свою позицию. Сейчас перед политиками демократического сообщества стоит две задачи – терпеть и работать. Вот терпеть и работать – это очень трудно, это нужно буквально сжимать зубы и продолжать двигаться, не утрачивать связи с людьми, постоянно разговаривать. Поэтому большое спасибо за то, что Сергей Иванович об этом говорит в эфире. Терпеть и работать – это говорит. Спасибо. Протерпеть и работать, Лев Маркович. Вы очень подробно рассказали свою позицию по бюджету, даже, в общем, можно вопросов больше не задавать. А вот про взаимоотношения регионального деления «Яблока» и действующей власти, вы, в принципе, ну вот, кроме того, что вы встречались два раза, да, один раз до выбора, второй раз во время, вы ничего не сказали. Какова позиция? Проясните, пожалуйста, какой сейчас характер взаимоотношений? Потому что те же региональные власти, там, неоднократно и в рамках избирательной кампании, и после, да, посылали месседж о том, что вот, ну, не видят региональное деление партии «Яблока» среди тех политических сил, которым вот тут место, да, назовем это так. Более того, там, много говорилось о том, что благодаря вот этим десятисталинским ударам «Яблоко» там развалилось, центробежные процессы, от вас убегают действующие главы, которые были избраны при поддержке. Вот, ну вот, эта информация, она преподносилась, комментировалась, там, какие-то представлялись факты. Как вы сейчас это прокомментируете, каковы все-таки отношения, если они вообще есть? — Первое. Не было никаких десяти сталинских ударов. Если пользоваться такими образными вещами, то была абсолютно четко артикулированная позиция, что региональные власти, конкретно команда Ведерникова, не видят «Псковское «Яблоко» частью псковской политической системы, псковского политического сообщества. Но они не видят, а мы видим. Вот все, это очень просто. Я подтверждаю, что «Яблоко» находится в оппозиции президенту Путина и губернатору Ведерникову, чтобы не было никаких иллюзий по этому поводу. «Яблоко» — абсолютно цельная команда, мы никого не потеряли, от нас абсолютно никто не убежал. Мы со всеми продолжаем работу. Мы прошли чрезвычайно тяжелую избирательную кампанию, это действительно так, но при этом мы не поражение потерпели, потому что поражение терпят в честной политической и спортивной борьбе. Потом было нанесено несколько ударов со спины и, извините, по голове. Мы это выдержали. Соответственно, мы стали более сильными и более упрямыми. Вот весь итог избирательной кампании 2018 года. Уносить никаких личных отношений с господином Ведерниковым. Мы с ним встречались в рамках бюджетной консультации, потому что таков регламент обсуждения бюджета. И, наверное, будем еще встречаться перед вторым чтением. К этому общению я абсолютно готов профессионально, как профессиональный депутат. Никаких ограничений по этим разговорам нет. Я действую от лица своих избирателей. Никакой задачи установить личные отношения с губернатором, отношения доверия, отношения специального отдельного диалога, получить какие-то бонусы, преференции. У нас нет таких мотивов на биологическом уровне. Они отсутствуют. Я понял. Спасибо. А изменился ли характер отношений ваших лично, Яблока, с региональной властью до прихода Ведерникова и после прихода? Да, я имею в виду. Ну, у вас были тоже непростые отношения с прежним губернатором Андреем Тручком. Вот как вы оцениваете климат, какой был тогда и какой сейчас? Что-то поменялось? Политическая система в России осталась без изменений и политическая система Псковской области осталась без изменений. Частности, особенности тех или иных политиков не влияют на эту систему абсолютно не так. Мы были оппозицией при Турчуке, мы являемся оппозицией при Ведерникове. То есть ничего не поменялось? В системе не изменилось абсолютно ничего. А, и в характере вот этих отношений тоже? С господином Турчаком Псковская область прожила 8 с лишним лет. Это целая политическая история. И там были разные периоды этой истории, скажем так, до 2014 года и после 2014 года. Господин Ведерников, Псковская область, год с небольшим. Вот за этот год могу сказать, что я не вижу системных изменений. У нас не было личных взаимодействий. В принципе, они не происходили. Сама система отношений оппозиции и власти сейчас в нашей стране, она исключает такого рода отношения, они категорически вредны. Вступать в личные отношения между людьми, которым ты доверяешь, с кем ты можешь даже неформально, с закрытыми дверями, обсуждать какие-то вопросы. Я сейчас вижу, что у нас есть в Псковской области государственная власть, установленная и сформированная в соответствии с теми стандартами, которые фактически сформированы администрацией президента. Это типовая администрация российского бедного региона, решающая одновременно политические задачи, общественные задачи и экономические задачи. Эти задачи не изменились в связи с приходом Ведерникова. Другое дело, что попытки представить Михаила Ведерникова как человека, который исправит ошибки тручка и будет вести иную внутреннюю политику, эти попытки пока ничем не завершились. В конце концов, по тому же бюджету мы видим денег меньше, чем в прошлом году. Это показывает абсолютно пренебрежительное, если не сказать презрительное отношение Федерации и к таким регионам, и к тем же политикам, кого она сама ставит во власть, приводит к власти. Никакого индивидуального отношения к Ведерникову у федеральной власти нет. Спасибо. Олег Маркович, ну вот в этих условиях, находясь постоянно в статусе оппозиции, необходимы какие-то там партнеры, политические партнеры, я имею в виду, какие-то, возможно, союзники, попутчики. Ну, с системной оппозиции у вас отношения, мягко говоря, не сложились. Да спокойные у нас отношения. Ну, вот, они, может быть, вы так говорите, что неспокойные. Просто спокойные. Они вас как-то не очень любят, и когда приходят на... Спасибо, что у меня кто-то любил в политике. Да, я имею в виду, что они есть, то есть, справедливо-россы, ЛДПРовцы, для них общее место последние пару лет говорит, что нам со Шлозбергом не по пути. То есть, если раньше они еще как-то вот находили какие-то фразы, да, вот мы там готовы на тактические союзы, сейчас полное отрицание. Максим, это не так. Вот извините, что я вас прервал в завершении эфира, я займу одну минуту. У нас есть нормальное парламентское взаимодействие практически со всеми депутатами. Вот нам нужно было внести совместно четырьмя фракциями «Яблоко», КПРФ, ЛДПР «Справедливая Россия» на парламентский час вопрос о состоянии государственных транспортных предприятий области, как автомобильных, так и авиационных. Мы внесли, надеюсь, что в декабре вопрос будет рассмотрен на сессии областного собрания. С тактической точки зрения у нас нормальное взаимодействие, но мы занимаем в России в целом разные политические ниши. И это совместить, во-первых, не нужно, во-вторых, бесполезно. Согласен. Я про другое. Я хотел бы поговорить о так называемой несистемной оппозиции, которая все больше поднимает голову и становится все более заметной. Какой опасный термин. Несистемная оппозиция поднимает голову. Максим, будьте аккуратны. Лев Маркович, я и так постоянно под колпаком у Роскомнадзора. Понял. Нас проверяют бесконечно. Не сомневаюсь. Так вот, я о том, что в Псковской области в последний год активизировалась вот эта несистемная оппозиция под разными флагами, под разными знаменами. Тут вам и открытая Россия, тут и сторонники Навального проводят митинги, устраивают какие-то акции, приковывают себя то наручниками, то их приковывают. Как собираетесь с ними дальше продолжать общаться? Потому что вы то появляетесь на совместных мероприятиях с ними, то дистанцируетесь от ними. Вот каков характер ваших взаимоотношений? Вы их видите какими-то своими там сателлитами, партнерами, друзьями, единомышленниками? Тем более, некоторые из них, как вот, например, Николай Кузьмин, да, он у вас и в яблоке, насколько я понимаю, и в том числе активист Навального. Я с глубоким уважением отношусь ко всем людям, кто публично, открыто заявляет позицию несогласия с властью Владимира Путина и Единой России. Все эти люди заслуживают безусловного уважения. Там, когда нужно, в случае, когда им нужно оказать поддержку информационную, юридическую, политическую, я эту поддержку оказываю. Что касается участия в митингах, когда у меня есть возможность и, в моем понимании, необходимость прийти на митинг, я прихожу. Если я считаю, что я не вижу для себя политической необходимости участвовать в митингах, в частности, под националистическими знаменами, я туда не прихожу. Я эти вещи четко разделяю. Когда штаб Алексея Навального организовывал митинг против повышения пенсионного возраста, безусловно, я в нем участвовал. Это принципиальная политическая позиция. Выходите на митинг одновременно с людьми, которые представляют собой русский марш. Которые представляют собой фактически русский марш, демократические политики в России и не должны. И я это открыто, в том числе и в СМИ, объясняю всему обществу. Не только коллегам по политической работе, но всему обществу. Это принципиальный вопрос. Что касается политических отношений. Во-первых, в России, как и везде, в политике действуют партии. В выборах участвуют партии. Сейчас мы говорим об организациях, которые не являются частью партийной системы. У нас нет необходимости отстраивать свои отношения с ними на выборах. Я предполагаю, что многие из этих людей, даже знаю, за нас голосуют во время избирательных кампаний. И я за это благодарен. Этим избирателям и этим политикам. Что касается возможного взаимодействия, то я вижу сегодня в той ситуации, которая сложилась в нашей стране, и в Псковской области только один вариант. Те из несистемных политиков, кто хотят попробовать свои силы в политической работе и борьбе, могут присоединиться к Псковскому Яблоку и выдвигаться в качестве кандидатов на выборах любого уровня. Мы открыты. У нас, безусловно, должно произойти обсуждение политической позиции. Мы не выдвинем кандидатам политика, которая заявит «Россия для русских». Это невозможно. Мы будем обсуждать участие, готовы обсуждать участие любых демократических, оппозиционных, альтернативных политиков в политической жизни вместе с «Псковским Яблоком», если люди готовы заниматься благоустройством Псковской области, города Пскова, наших районов, сел и городов. Это абсолютно четкая площадка для совместной работы. Спасибо. Очень мало времени остается до окончания эфира. Не могу не задать вам этот вопрос на тему, благодаря которой вы в последние дни попали в федеральные СМИ, которую неоднократно комментировали. Наверное, догадываетесь, что речь идет о заучной полемике, а можно сказать, о заучном конфликте с главным редактором журнала «The New Times» Евгением Альбац. Ну, очень коротко, в двух предложениях для радиослушателей. Двух предложениях, все очень просто. Я, может быть, уточню еще вопрос. Вы просто уже говорили о мотивах, в них действительно есть логика. Я, кстати говоря, согласен с вашей точкой зрения. Просто многие задаются вопросом, зачем вам это было нужно. Потому что тем самым вы как бы вносите разлад в эту либеральную среду, в демократических политиков, в политиков, выступающих позицией антипутинских. И тем самым это привело к какому-то там очередному брожению. Первое. Не нужно бояться демократических дискуссий среди демократических политиков. Тот политик или журналист, который заявляет, что внутренние, хотя на самом деле открытые и публичные дискуссии между демократами вредны, он не демократ. Поэтому спокойно относитесь к дискуссиям. Высказывание было очень простым. Во время живого эфира меня спросил участник эфира, оказал ли я помощь журнала «The New Times». Я объяснил, что не оказал, и объяснил, почему. Коротко, позиция очень простая. Есть частное общество с ограниченной ответственностью. Новые времена. Единственным учредителем и гендиректором, который является Евгением Раковым на Альбатс. Соответственно, эта организация получает от фонда, основанного великим предпринимателем и меценатом Дмитрием Зиминым, получает деньги на свою деятельность. Все, что должна делать эта организация, это сообщать о получении внешнего финансирования, потому что он гражданин России, но у него нет счетов в российских банках, он живет в Европе. Поэтому у него счета все размещены в европейских банках. И он с этих счетов финансирует это общество. Такая же история, как была с фондом «Среда», когда тот же Зимин создал фонд «Среда», помощь и СМИ. Тогда еще не было ограничений для коммерческих организаций, а для некоммерческих были. Из девяти первых получателей грантов фонда «Среда» три были НКО, в том числе и Псковская губерния. Соответственно, организацию внесли по этому глупому закону в список иностранных агентов. Организация грозила штраф. Что приняли решение учредители этой организации, в том числе и я? Мы приняли решение о ее ликвидации. Все, была создана другая организация, которой были переданы права учредителя на СМИ Псковской губернии и права издателя этого СМИ. Мы не шли по всему миру с протянутой шапкой. Потому что мы считаем, что это неэтично, это неправильно. Я вообще очень горд тем, что люди со всего мира откликнулись, и есть такое общество, которое способно за пять дней собрать 25 миллионов рублей. Но меня не оставляет вопрос на что. Потому что для того, чтобы спасти издание за New Times, это уже даже не журнал, он не выходит, к сожалению, в печатной версии. Это всего лишь сайт. Нужно было от этого... Вам то это зачем? Это же не ваша история. Это не моя история. Меня спросили... Смотрите, первое, не было никаких двойных стандартов. Мы когда просим деньги для работы Псковского яблока на выборах и между выборами, мы до тысячи объясняем на что. Но мы объясняем, что нам без этих денег трудно, а иногда даже невозможно работать. Никакой необходимости собирать деньги со всего мира и платить эти деньги в российский бюджет у общества с ограниченной ответственностью с нового времена нет. Если оно вот таким образом ошиблась уже второй раз. Ведь четырехкратный штраф, а там 5,4 миллиона была сумма финансирования, умножили на 4. Может, уже была такая ошибка у этой же организации. Они не обратили на это внимания и, к сожалению, проиграли суды. Я всему этому не рад. Вы мне задали вопрос, я ответил, потому что, когда мы говорим об общественных компаниях и открытой общественной позиции, то демократические политики, журналисты, лидеры общественного мнения должны открыто объяснять проблемную ситуацию. Если представить себе, что это спасение от банкротства конкретного физического лица, давайте заявим, уважаемые граждане, нужно спасти конкретного гражданина от банкротства. Это при том, что учтитель ООО по российским законам, если он оплатил уставный капитал 10 тысяч сам, он не отвечает по обязательствам ООО. Понятно. Не нужно было собирать эти деньги, чтобы платить штраф. И в этом смысле я категорический противник, чтобы демократические граждане кричали «волки», когда их не съедят. В следующий раз вы закричите «волки», и они будут рядом, но вам не поверят, потому что выяснится, что ситуация другая. И очень важно, не я один заявил эту позицию. Многие журналисты, издатели, комментаторы, аналитики в этой ситуации разобрались и заявили свои претензии, что таким образом эксплуатировать сочувствие демократического общества нельзя. Это неправильно. Мы не вступали ни в какой личный контакт за Спаржу Альбаций. Я с ней лично знаком. Но в данной ситуации у меня есть внутреннее, этическое несогласие с ее мотивацией, ее политикой, ее действиями. Это называется манипулирование общественным мнением. Мы не должны этим заниматься. Мы должны собирать 25 миллионов. Он вас обвинил в том, что вы за яблоко так мстите. Если честно, я совершенно не вижу, я даже не могу гипотетически предположить, где связь вот этой позиции, которую поддержали еще десятки компетентных людей в СМИ, с политической партией Яблоко и вообще какими бы то ни было политиками. Я 15 лет руководил изданием. Я хорошо понимаю, что такое сдавать СМИ в России. И что такое получать вот такого рода подарки, как мы получили в то время от фонда Среда. Но вышли из этого положения, не попросив ни одного рубля у других людей. Коллеги, вынужден прервать, необходимо нам уходить из эфира. Это была программа «Особое мнение» со Львом Шлоттбергом. Спасибо и до новых встреч в эфире. До свидания. Спасибо, коллеги. Всего доброго, слушатели.